всем добрый день это проект редколлегия читару меня зовут андрей козлов я редактор читару и сегодня мы уже не первый раз на объекте аладдина насибовича мамедова один ассибович добрый день добрый день рад вас видеть а я рад находиться у вас это строительная площадка школы на советской засобки школа в засуд да есть еще школа на совет да это уже другая история я почему еще путаюсь потому что это одна из многих школ которые были переданы от концессионера станислава неверова забайкальским строителем да да от корпорации развития корпорация развития нашла новые строительные компании да все забайкальские комбайса манда все наши местные компании наши местные компании они удивительным образом начали соревноваться в скорости да то есть до этого на этих строительных площадках не происходило почти ничего в лучшем случае ставили заборы а сейчас на эти площадки приятно приезжать строительная площадка в засобке могут подъехали сначала не могли найти дорогу потому что не были здесь ни разу потом уже видим издалека видно до третьего этажа практически дошли сегодня посмотрим как быстро работает компания строительная аладин насибыча двм чита строительная компания начали вы работать здесь на этом объекте это конца марта у вас очень сжатые сроки я знаю мы прям не будем даже говорить когда там запустится но тем не менее всем понятно что сроки очень сжатые это не с вами связано должно было начаться уже начало двадцать третьего года так как сами знаете сил определенных события ничего не началось а потом уже я думаю что край это надоело они вот 6 школ забрали и они одновременно сейчас через школу строится вот с маленькой они половиной меньше нашей школы они молодцы они уже я надеюсь что они конца года точно сдадут возвращаясь к сжатым срокам сроки очень короткие даже несмотря на весь ваш опыт строительные не страшно было заходить на такой сложный объект с учетом таких сроков прежде всего всегда любое начинание она как бы есть определенные риски но опять же если мы тогда кто мы же всегда говорим что вот приехали с другой края города построили уехали спроса никаких а мы-то здесь живем родились выросли нам как бы не безразлично конечно есть определенные риски но это все обговорим и все понимает что до срока за ты даже самом проекты написано что этот объект должен строится 24 месяца два года да а у вас срок у нас до конца года там есть определенное благостройство все прочее можно как бы следующем году это делать как она допускается из же термин ввода двух этапов сначала весь конструктив там закрываешь фасады вот то что мы сейчас стараемся делать там морозов закрыть полностью фасады стоит окна запускать тепло зимнее время уже работать внутри когда на площадку зашли площадка была уже подготовлена или все с нуля было мы в только забор стояла все нам пришлось там сюда специальный технику загнуть боли молотками там сначала долбили вещи мерзлоты иначе вообще бы не успели давайте посмотрим на то что происходит на строительной площадке и характеристикам школы на 500 мест школа 520 мест это большой объект да это большой объект но она здесь точно необходима потому что вот школа в засобке на 250 мест которые сейчас сейчас там достали там сейчас случится 700 детей 250 мест 700 детей учиться три смены ну вот мы параллельно спортзал монтируем большой спортзал и здесь она не г-образная да ты образно три этажа это два этажа вот там час мы покажем столовая первый этаж а все остальные вот три этажа вот уже закончили мы планируем где-то 5 июля закончат полностью монолитную работу монолит это ну как бы условно конструктив полностью вот это уже окончено да просто разбираюсь трехэтажный корпус он уже закончен в части конструктива дальше отделочные работы а вот только вот лишь кладка идет сразу параллельно на следующем деле начнем уже фасад монтировать и здесь получается будет большой спортзал да да вот большой спортзал да на две площадки можно будет параллельно две команды разная площадка заниматься ну школа говорят когда смотришь начинка все прочее как космический корабль реально вот там мечта то есть вы когда начали работать это готовый проект вам отдали вы уже в проект да проект вообще кривой потому что его где-то же брали вот у нас тоже это вот есть такая вот технические задержки иногда принимать решение потому что очень много ошибок потому что вот они где-то строили в иркутск это школу вообще да оттуда проект привезли ну там свои условия прочее вот там очень много нестыковками образования да есть заявка какие нужны школу позже на будущее нужно было один проект и сделать для забайкалья и чтобы уже проекторовщика были наши вот мы не можем найти проектовщика мы сами все как бы да там заключили контракт с другой компанией местных и корпорация поддерживают там все вопросы решается оперативно но все равно на это идет много времени объемов не сходится вообще многие прочие я его хочу чтобы попросить дуру идет какой-то проект вот в этом проекте сейчас три школы строится одинаково вот вот ровно в таком в один да это атамановка и доросуне атамановка доросун засоб да это один проект наворочено да там можно было и подешевле и быстрее построить вот сегодняшний день это где-то 13 или 15 тысяч квадратных объем строительства хотя на 520 мест вот например где-то россии чем попать им одинистку строить да он свой проект вам где-то 9000 квадратов это считаю на 4 тысячи 5 тысяч это же затрата против и можно было быстрее строить а мы работаем схода как сказать насколько сложный для вас это объект необычный то есть сложности никакой после термальской это не так сложно всегда легче новый строй она легче в том плане что ты сам начинаешь с нуля уже по ходу тогда есть был нормальный проект вообще-то лучше ничего нет чем вот старый переделать много людей здесь задействовано участвует человек работает это много мало столько сколько надо мне это достаточно для общего строя проект замудрена вот я зайдем покажу вот столько об металлической конструкции зачем она нужна но это получается первый этаж какой-то до 1 этаж да а вот под ним вообще такая полноценный подвал там 250-2 60 сатой в проекте странности вы говорите очень много странностей я не знаю для чего это нужно потому что с кем не разговариваешь на таком фундаменте можно 9 этаж 10 этаж строить это же с той стороны тоже затрата зачем заливать такие огромные перегородки потом чтобы его засыпать пусть она вообще огромная да а здесь лучше один корпус здесь специальные балки это будет здесь актовый зал соки красивый там специальные железные балки них в алтай заказали там они большие там 15 метров дельной вот на следующей деле мы их получаем и начнем здесь сразу подел возводить вот это один беккор вот это один этаж это столовая получается актовый зал вот здесь будет вот это будет это же подниматься а за ним уже будет без перегородку высокий такой красивый вообще здесь крыша будет еще сверху но она будет в на уровне третьего этажа проект серьезный внутри начинки до 120 млн заложено внутри еще а общая стоимость ну сейчас контрактный миллиард где-то сейчас мы теперь заходим потому что из них 120 миллионов это наполнение да получается вон там учебные корпуса здесь все учебные корпуса а переход в спортивный зал крытый да вот оттуда есть то есть по улице не надо будет идти не мета вот это через за этот зал вот это какие-то конструкции на вот на черпичи обычно так сетки ставится каждый четыре ряда нормально вот просто настолько замедлено это во-первых лично расходят и деньги же бюджетные ну зачем вот два на обычной перегородки и так и так еще потом каждый четвертый радар но вы работаете точно по проекту а как иначе у нас же есть стройнадзор авторском обзора не каждую неделю переходит мы все сдаем соответственно с проекта есть проблемы с материалами или нет ну материалом принципе такого нету пока материалы все забайкальскими что-то приходится за кости кроме песка грамм что есть кирпич я вижу щенский керамический завод полнотели кирпич мы салон до 8 вот это да который на крыш идет на парапет а вот это вот это что за блоки еще это газобетон сиркутска то есть все завозное все у нас планы песка грамм ничего нет узнать какая у нас сегодня проблема мы должны были сегодня бетон заливать все которых оставшие стали потому что вагонные составы с петровска суда 5 составов цементом поскольку могут вот падать вот сейчас все строители сегодня стали наблюдаете есть это действительно это соревнование с другими строителями или нет или его журналисты придумали то нет сервисом нужных когда видишь результат работу вниз движения вот сегодня конечно вот пришел поругался с китайцами потому что вот как кладку делает мне не устраивает я им дал два дня я считаю что они должны делать быстро опять же говорю вот это передумано вот это железный там куча таких прокладок все прочее она много времени уходит на это очень много который вообще не нужен у вас получается заказчик корпорация развития да да как строится взаимодействие все ли в порядке вопросов нет все решается в оперативном порядке с корпорации у нас вопросов нет я думаю что на скорость доставки материалов влияет и объем бюджетного наверное строительство сколько строек то вообще в регионе до того просто вот то что доставка то не в этом это что-то железная дорога загруженность или что-то случилось не знаю но как можно с петровска суда уже 5 день стоит составы они не могут получать цемент вот мы должны были сегодня бетон заливать нет цемента вообще а цемент откуда вы видите сиркутска тоже сиркута или иркутск или ланды тимурик все ждут цементный завод забайкальском это уже сколько я же 30 лет живу и 30 лет слышу что кто-то его делает ничего получается до конца года основные строительные работы вы все закончите да дальше возможно только обделочные так и будет я думаю что мы успеем все же это параллельно самый главный монолит закончит вот у нас уже понедельник первого числа заходит электрики и сантехники уже начать с подвала все разводку делать это же 1 июля вы начинаете много делать да 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 конкретно электрика и сантехника слушайте но это большая скорость возведения такого большого здания или нет или нормально это больше это большая если в марте бы мы начали да вот так ущерб себе потому что или ты летом копаешь до котлован там куб за 200 рублей или зимой за 350 за куб там потому что отбойные молотки машины она круглосуточно работает потому что мороз еще стоит иначе мы вы не успели все заранее заказали были авансовые деньги как бы слава богу у нас считает все фасад заказано сейчас крыша все заказано через неделю придут же анкера мы начнем фасаду собирать здесь я у вас вижу и наши работники и китайцы сейчас уже зайдут как раз все наши уже электрики сантехника вот они все будет уже это уже местный здесь наверно стоит вам спасибо сказать за то что вы решились на этот объект это на самом деле непростое наверное решение для всех строителей которые зашли для того чтобы отработать столь короткие сроки и спасибо вам за то как быстро вы работаете не стоя на все сложности они тоже для всех очевидны недостаток материалов проблемы с логистикой в доставке материалов что вот у нас корила проблемы в проекте очень много упущены каждый раз надо ходить согласовать хотя горы все и корпорация и строй надзори авто вся оперативно старается решать ну это уходит время пока согласуешь пока закажешь материалов там много чего а по сильно приходилось корректировать проектом в каждой позиции куда не возьми там или объем ли сходится или что-то криво чей проект разрабатывала проект ижевский потом их купили иркутский там они в мельчинской кастроли из иркутской нашего ну не вера сюда притащи и вот мы сейчас даже у нас нет связь вот непосредственно кто проект делал мы сами уже здесь наняли проектного там института и через них там все вот изменения уже с корпораций с авторским надзором совместно решаем все септики пожарные резервуары все закопано все здесь будут септики да то септики 20 к здесь не централизованная канализация здесь возможность такой видимо нету откуда септики большие два таких септика по 50 кубов каждый это вот от септика от септика до 2 таких септика один вот здесь закапывается просто нас лежал мотора 2 закопано там уже уже закопа да да все вот это в разных точках да вот это пожарный резервуар здесь а он зачем случае пожара он наполнен водой будет да уже заполнен а смысле это емкости наполненные водой да да мы сейчас уже их заполнили по работе не да его каждый по 75 кубов да а всего их 5 5 да это почти 300 чем-то кубов да там будет специально насос на станция вот там подкачка вот они сейчас заполнили водой потому что без заполнили их нельзя монтировать у нас шеф-монтаж они утепленные сверху высота специально утеплены там еще плюс литик кабель там обогревающий кабель но это вы все засыпаете ничего не будет видно да ничего там трубы вот тебя завтра переезжает туда вот там будет насос на станция будем заливать и кто засыпаться сверху будет газонный трава а какая-то открытая спортивная площадка есть ли только спортзал стадион открыт красивый до 2 площадки волейбольный там баскетбольный там вообще игры не школа мечта а это яма под септик да да вот они сейчас мы один тоже закопаться будет каркас делать это 60 мощный каркас и потом заливаться крючки и ставится а почему так глубоко что-то не замерзла нет наклон то должна быть а я понял у нас между то есть ли два с половиной метра да и плюс наклон оттуда чтобы сумма как труба идет оттуда пойдет ноги под землей пойдет до падения конечно вот с угла туда собирается а второй там вот у нас там же закопано один из обычно давайте договоримся встретиться здесь конце года я надеюсь что все получится можно будет посмотреть уже на то как это будет выглядеть в декабре вот на вообще выглядит сейчас это я даже не скажу что это выглядит масштабно это выглядит как очень живая крутая стройка конечно очень приятно за этим наблюдать после того как мы много месяцев а вообще несколько лет смотрели просто за забором в чистом поле да и как здесь буквально за полгода все это развернулось и внезапно выяснилось что за байкальском крае можно и людей найти материалы несмотря на все сложности и технику и условия и все неожиданно раз и построить что получается апрель май июнь июль четыре неполных месяца и вы построили практически все задача я поставил чтобы вы конца августа вообще от земли уходили все же наружную работу параллельно да все цептики теплотрасса ведь не заметили уже за забором она уже заведена там морозов задача чтобы вот все наружную работу закончить пусть не чистого отделка этом асфальт прочим ну должны быть бордюры стоят шебнем отсыпано все такое стадион там максимально чего можно делать дай бог все получится спасибо еще раз до встречи на площадке в декабре дай бог